Привет, ребята! У меня сейчас такой был стресс. Короче, Ваня делал дверьки в шкафу, я развешивала белье. Балкон был открыт. Или спальня? Спальня была открыта, да. Там диван был, а балкон был закрыт. И, короче, Ваня доделывает эти дверьки, всё. Типа, а где Пума? А Пумы нигде нет. Ну, просто нигде нет. И на улицу выходим, а она у соседей на балконе гуляет. Не, ну мы сначала её не нашли. Мы сначала её не нашли. Вообще, ну, как бы её нигде не видно было. Потом я её морду уже увидела. Начала её звать, звать её этими наркотиками. Нет, не дала. За что ей сейчас давать дроггерса? Что пришла? Короче, я услышала. Я её начала звать. Она прибежала. Прибежала на вот этот вот, видите, вот этот парапет. И, короче, вот крыша соседская. И она залезла под крышу. Я говорю, Пума, куда? Куда ты полезла? И я её зову, зову, зову. Я не знаю, как она оттуда вылезла, потому что я побежала за камерой и смотрю, всё, она уже на балконе. И как пуля залетела домой. Пума, не пугай нас больше так, а? Надо срочно заделывать балкон. Просто срочно. Иначе я получу инфаркт когда-нибудь. С её похождениями. И не боится же, Зайя, она не боится вот эту повысоку. А что её бояться? Она у нас по пятому этажу, по балкону ходила же. Ну да. Просто есть кошки, которые боятся высоты. Наши высоты вообще не боятся. И что ты теперь подлизываешься? Думаешь, тебя ещё кто-то раз куда-то выпустит? Гулёна. Их мне доверяли. Да, для того, что мы ей доверяли, как бы выпускали, мы последили за ней. Она вроде просто на балкончике ложилась, отдыхала, там, ну как бы никуда не убегала. Тут на тебе оставили без присмотра. И она уже убежала. Тика, ну от нас. Ну хоть пришла. Ты хоть пришла. Я не хочу, чтобы она была гулящая. Ну в смысле, чтобы она ходила гулять. Она тогда постоянно будет проситься гулять. Да он же просит. Припустите меня, я не домашняя. Я уличная. Какая нафигурочка. Только кормите меня, только кормите меня. Я буду приходить, покушать и уходить. Ужас, пума. Кошмар. Так испугалась. Ладно, буду вывешивать дальше. Все, давай. Буду дальше вывешивать белье. Пума после прогулки проголодалась. Кушает. Мы тоже сейчас будем перекусывать. Ваня уже, правда, завтракал. Я еще не завтракала. Вот, так что у меня на завтрак... У Вани будет второй завтрак, у меня первый. Будем кушать пирог, который Ванечка вчера мой пек. И чай. Вот. Так что всем приятного аппетита. Ваня закрывает квартиру. И что-то там опять он в телефоне погрузился. Погрузился в телефон. Мы едем в магазин, чтобы купить все нужное для того, чтобы заделать балкон. Да? Угу. Чтобы заделать балкон, чтобы было можно нормально. Хотя мы не знаем, будет она выкатить или нет, даже если мы заделаем балкон. По идее, не знаю, что надо. Хотя она запросто может перепрыгнуть, если захочет. Единственное, ей не за что будет цепляться. Она... Ну, грубо говоря, что пока не поставила, но не знаю. Это точно. Ладно, поехали. Мы в футболках с Ваней, мы не знаем, холл. Ну, на улице или нет. Нормально, лежу. Да, ничего так. На самом-то нормально. Не, ну да, но в тенечке. С ветерочком. Что, задубела уже? Нет, еще не задубела, но скоро... Скоро я приближусь. К дубне? Да. Похоже, мы с Ваней, грубо говоря, лоханулись. Потому что сегодня оказывается выходной. Машин нет. Все закрыто. Короче, не получится, скорее всего, у нас сегодня сделать балкон. Закрыто, да, там? Я думаю, закрыто, но мы поехали на всякий случай, посмотрим. Давай на всякий случай посмотрим, но скорее 99% что там все закрыто. Угу. Потому что пока мы ехали, у нас же тут много магазинов. И с мебелью там все. И мы пока ехали, все было закрыто. Поэтому, скорее всего, здесь тоже все закрыто. Облом, 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 облом. Сколько они приехали? Обли. Не знаю, без понятия. Так, видите, пусто. Паркинг пустой. Одна машина стоит. Да, закрыто. Закрыто? Да, все закрыто. А что, они эти расти не просто такая стреляют? Ну, не знаю, наверное, да. Точно закрыто. Хочешь, сбегай, проверь. Ну, ты не хочешь посмотреть? Давай, я схожу посмотреть. Ну, давай, проверь. Может быть, мало ли, может открыть. Может, не кажется. Может быть. Мне кажется, тут все закрыто. По крайней мере, ни свет внутри не горит. Так, да, все закрыто. Закрыто. Зай, закрыто все. Блин, даже расписания нет, чтобы посмотреть, куда они откроются. Ну, ладно. Зай, закрыто. Все, поехали, значит, домой. Даже Лидл у нас закрыт. И если закрыт Лидл, то Миркадона точно закрыто. У нас все закрыто. А я сегодня, прямо, знаете, вот такая была настроена на то, что я сегодня сделаю пельмешки, чебуреки. Возможно, вареники бы сделала. Ну, посвятить весь день этому. Но с фарша нет. И, в принципе, а, и яйца у нас закончились. Единственное, что сейчас работает, это бары и рестораны. Да, барчики, ресторанчики, и то не все. Ну, да. У нас все-то нет. До свидания. Ну, хотя бы яйца нам бы найти где-нибудь. Купить яйца. Сейчас в магазин-то есть рабочий. Вот, и можно тогда вареники сделать. Как мне такой, Мари? Где Мари? Мари, не знаю. Вот этот синенький, беленький. Не знаю. Если мы купим яйца, можно сделать вареники с картошкой, вареники с капустой. Ну, можно просто с картошкой сделать, как тебе. Любишь вареники с картошкой? Да, ну, так, да. Опять скажем, мяса не будет. Да, так, сложно. Ну, подожди, если в магазине будет продаваться фарш... Пельмени я больше не люблю. Если фарш будет, просто вот эти магазинчики, в которые мы сейчас едем, они такие, как бы, там не все продается. Если там будет фарш, то тебе повезет. А если фарша не будет... С аптекой. С гениальной кошкой. Кошка. Так. Друзья, а где все магазинчики? Ну, не здесь. Не здесь? Нет. На нашей улице. А, на нашей улице. Пусто на улице. Никого нет. Да, кстати, помимо того, что все закрыто, еще и никого на улице нет. Не, ну, вон люди, конечно, ходят. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, но машин очень мало. Так, что вот так уже сегодня... Куда все делись? Где? Куда все пропали? Что все сейчас делают? Вот Меркадона. Думаю себе, что ли? Закрыто. Возможно, у них праздничный обед. Ну, ледничка течет. У кого? У ван. У ван. Слушай, ты... Местер одновременно. Короче, Ване не повезло. Продавались только яйца. Мяса не было. Я думаю, если там по таким поедать можно найти. Так не хочется. Не хочешь? Нет. Нет. Ну, как бы у нас есть мясо, в принципе, мы можем сделать фарш, но у нас нет этой... Фарш. Мясорубки нету. Как его изменить? Можно пережевать. Пережевать. Не, я не хочу сырое мясо жевать. Катюша ест помидор. Я обожаю консервированные помидоры. Я готова их есть вечно. У нас банка небольшая, я всю ее съела почти. Ну, я два штучки съел. Как вкусно. Домашние, конечно, лучше. Именно такие. Моя бабушка еще делает зеленые помидоры. Такие остренькие. Такие не тверденькие такие. А, вкуснятина. Я не беременная, ребят. Просто я очень люблю помидоры. Так. Катюша нас тут гладит, разглаживает все вещи. Я уже заканчиваю. Уже заканчиваю, да. Начала смотреть сериал. Ваня просто там занимается. Я обучалась себе на ноутбуке. Коварные... Не уборщицы, а... Убийцы. Нет. Домохозяйки. Нет. Горничные. Горничные. Коварные горничные. Ничего такой интересненький сериальчик. Первый сезон смотрю. Нет. Убашка уже наконец-то закончилась. Что, это последнее? Да. Круто. Последнее. Урау. Мы сидим смотрим сериал. Я компьютер свой восстановил. Этот уже работает. У меня все вроде работает. Уроки поделал, задания сделал. Короче, сегодня день у нас такой продуктивный, но неинтересный. У кого-то продуктивный, у кого-то такой расслабляющий. Ну, скажи, отдохнули все-таки немножко, да? Да, сегодня, да. Хоть я и погладила, и сделала стирку, и отсняла видео, но все равно вторая половина дня была такая расслабительная вообще. Так кайфануло. О, класс. Да, ну на этом мы прощаемся. Да, всем спокойной ночи. Увидимся уже с вами завтра. Завтра что у нас? 5 лет. Завтра мы будем делать, наверное, балкон, если будет открытый магазин. Да, если завтра не выходной и будет все открыто, то завтра мы займемся балкончиком. Чтобы вон та вот, вон та вот, чтобы не сбежала от нас. Я, кстати, ее вычесала. Сейчас же весна, она начала очень сильно линять. Это уже менее ее шерсти вычесала. Я была вся в шерсти. Ваня меня потом этой липучкой чистил, потому что я была как пума вся тоже, вся в шерсти. Ладно, все, не будем отходить. Все, до завтра, ребятки. Всем пока-пока. Ютубенцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!